Всем привет, друзья! С вами Морти и добро пожаловать в игру под названием Стелла. Вроде как говорят, интересный платформер не так давно вышел у нас в Steam. Очень сильно похож на такие игры как Limbo, Inside, возможно Little Nightmare. Давайте же посмотрим. Вроде бы рекомендуют эту игру. Почему бы и не проверить? Вдруг она нам тоже понравится? Надеюсь, ребята, вы готовы. Заварили себе вкусного кофеёчку, взяли какую-нибудь булочку, чтобы было приятнее смотреть данное видео. А мы начинаем. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Поехали! Начинаем новую игру. Что это? Ага. То есть мы будем играть за девушку, которая появилась из этого обелиска. Интересное начало. И довольно-таки странное. Ну, допустим. Так, управление вроде работает, всё хорошо, прыгать могу, прыгать могу. Главное не утонуть сейчас в этой луже. Иначе это было бы странно. В самом начале игры, утонуть в какой-то луже, было бы, наверное, неприятно. Блин, их правда платформер, смотрите. Это, конечно, не Ори, но тоже довольно-таки неплохо выглядит игра. Как считаете, ребят? Вроде по первому взгляду уже можно дать какую-то хотя бы маленькую, но оценку игре. Хотя бы по её внешнему виду. Интересно, о чём игра? Возможно, о жизни этой девушки. Ну, учитывая то, что она появилась из какого-то обелиска, из какой-то руны, пока вообще никакой информации нет. Кто она? Где мы? Что это за мир? И самое главное, что нам нужно сделать? Какова наша цель? Надеюсь, кто-нибудь расскажет. Слушайте, это камыш или это кукурузное поле? Определённо какое-то поле, только что здесь растёт, непонятно, может быть, морковка. Любите, ребят, морковку? Главное, её много не есть, а то будете такими же оранжевыми, как и она сама. Ага, похоже даже на какой-то вестерн. Думал, в бар зашёл. А тут какие-то горшки висят на потолке. Так, горшки не нужны. Чё надо сделать? Сюда не пройти, получается, да? Вперёд-назад идти не могу. Но имеется в виду от себя и на себя. К экрану. А чё делать-то нужно? Не понял. Может быть, тут есть кнопка присесть или взаимодействие, чего-нибудь взять там и так далее. Ну-ка, сейчас проверим. Давайте дойдём до конца. Путь нам вроде как чем-то преградили. Какие-то там доски, что-то в этом роде. Так, всё, мы прошли игру. Что дальше делать? А, божечки, можно какое-нибудь обучение? Пожалуйста. Хоть какое-нибудь для начала. Так, не ясно. Ну ладно, пойдём тогда обратно. Тут нас, походу, не ждали. Может быть, нужно залезть наверх с помощью вот этой телеги. Точно! Прикиньте. Телега. Так, а как её подвинуть? О, получается. Погнали. Так сразу и не поймёшь, если честно. Потому что эта телега чуть в отдалении от нас находится. Я даже не знал, что на неё можно, в принципе, запрыгивать. Но, по крайней мере, так смогли хотя бы на второй этаж пробраться. А это хорошо. Я уже думал, будет затуп на 10 тысяч лет. Ну, вроде справились. Да ну в смысле? Ну ты чё, издеваешься? Ай! И шо? Тут есть кто-то? Крысы! Или павуки? Ай, пусть лучше будут крысы. Ненавижу павуков. Ай, беги, беги. Да ты чё? Давай. Давай, текаем. Только не павуки. Нет. Нет, павуки. Они везде. Ужас. А чё делать-то надо было? Чё-то я не понял. Ну, я же вроде убегал. Ты, наверное, не убежал до конца. Может быть, нужно перепрыгнуть? Давай. Да ты чё идёшь-то так медленно? Давай прыгай. Давай. Оп. Оп. Ещё. Ой, дурилка картонная. Ну, прыгать же надо было. Дальше. Так, допустим. 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 Может, тут нужно подпрыгнуть? Давай. Оп. Ой, правда нужно было подпрыгнуть. Представляете? Какая-то неочевидная игра. Ну, опять павуки. Фу, какая мерзость. Ребята, вы тоже ненавидите павуков? Наверное, у меня всё-таки арахнофобия есть. Это ужасно. Да это они везде. Может, это всё-таки крысы? Да нет, не похоже на крыс. Слушайте, да... А чё... А чё делать-то надо? Ускорения-то нету никакого. Хмм... Погоди-ка. Прям так сразу, да, значит? Жрут и жрут. Никак не останавливаются. Может, мне нужно было как-то в другую комнату попасть? Либо залезть наверх? Тут можно залезть наверх? Нет, не залезает наверх. Так, а в другую комнату можно переместиться? Нельзя переместиться. А чё делать? Чё делать? Не понял. Не понимаю, как от павуков убежать. Павуки, по-моему, всегда нас догоняют и сжирают. Ну, неудивительно. У них маленькие лапки, они очень быстрые, в отличие от нас. Может быть, надо как-то взаимодействовать? А-а-а, вон оно что. Ну, ничего себе. Ну, кто бы мог подумать? Я же не голова, не мозг. У меня не 150 IQ, чтобы до такого додуматься. Тем более, жать на какие-то кнопки взаимодействия. Вообще. Так, давай вниз. Наверное, мы сейчас сможем забор сломать с помощью этой телеги. О-о-о! Всё-таки IQ есть. Хотя бы 18. Уже хорошо. Не сильно много, но хватает для того, чтобы додуматься сломать забор. Это замечательно. Давай-давай. А чё? А чё? А чё? Давай-давай, тащи, тащи. Не знаю, зачем мы это делаем, но тащи. Определённо это... А, залезть надо было наверняка на неё, чтобы они нас не сожрали. Ну-ка. Давай сейчас проверим. Сейчас проверим ещё разок. Давай минус забор. Забор нам нафиг не нужен здесь. Избавляемся от него. Зачем нам ваш интернет и не нужен забор? Всё ломать. Ломать не строить, самое главное. Так. Могу залезть, да, от них. Спрятаться. Так, ну я спрятался, допустим. Они меня не сожрут. Они же прыгать не умеют. Павуки ведь не умеют прыгать, правильно? Смотрите, окружились, зараза. И чё? Ай! Да зачем ты спрыгиваешь? Прям в кучу павуков. У-у-у-у-у. Это зря, это зря. Какая смелая нам попалась женщина, а? Совсем не боится насекомых. В отличие от меня. Ну, никто не выбирал. Будет у меня арахнофобия или нет. Так, ну, типа я могу отодвинуть, а какой толк? А-а-а, тут ты, блин. Я толк сейчас догадался, что нужно было вот на вон ту дверь прыгнуть, чтобы сюда эти павуки не зашли. Представляете, ребят? Ну, ну, вот кто б знал. Вот кто б знал. Придётся тогда ещё раз самоубиться об этих пауков. Ну, либо закрыть дверь, а толку? Ну, закрою я дверь. А-а-а, они выбежали. Спасибо. Какие милые паучки. Они взяли и сами отсюда выбежали. Их даже и просить об этом не пришлось. Так, давай подвинем дальше. Наверняка нам этот сток сена ещё пригодится. Будем по нему лазать. Может быть, даже поспим на нём. Возможно, даже поедим этот сток сена или найдём какую-нибудь лошадку и покормим её. Тоже было бы неплохо. Так, камеру пошла наверх. То есть, это намёк. Это намёк, что нам что-то там нужно будет сделать. Это что такое? Это рычаг. Ага. 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 ещё теперь. Всё, отпускай. Больше не трогай. Нельзя. А-а-а. Он обратно сам уезжает, что ли? Погоди. То есть... А-а-а-а. Понял. Смотрите. Смотрите, мы сейчас меняем рельс, да? Вот этот верхний. Меняем. Оставляем его как есть. Перемещаем вот эту вот телегу с большим ящиком на ней вон в тот дальний участок амбара. Так, поехала телега. Поехала. Вперёд. После этого спускаемся вниз, ещё раз меняем этот рычаг и телега приезжает к нам. Не знаю, зачем нам нужна телега, но определённо нам эта телега должна пригодиться. Наверное, мы на ней куда-нибудь уедем. Будем её использовать как автомобиль. Возможно, здесь таковые правила этого мира. И это местное средство передвижения. Например, как метро, трамвай или троллейбус. Кто его знает. Так, ну допустим. Я в телеге. Дальше-то что? А дальше как? А как теперь туда перемещаться? Ну типа я могу попробовать нажать на тумблер. А! Подожди. А, ничего не получится. Если я уберу рельс, мы вообще никуда не проедем. А фига мне нужна эта телега? Может она двигается? Не, не двигается. Перепрыгнуть тоже не смогу. Хм. Так. Теперь вопрос. А ты умерла? Ну, в принципе, было высоко. И всё заново делать нужно. Ну ты чего? Да ну ты, брось всё заново. Не, ну я всё понимаю, да? Типа тут можно было умереть и было высоко. Я бы, наверное, сам разбился. При её-то габаритах и габаритах. Этого амбара. Вообще удивительно, почему здесь всё такое огромное, а она при этом маленькая. Такое ощущение, что я попал в фильм «Дорогая, я уменьшил своих детей». И вот это один из ребёнков. Это помните? Такой фильм был раньше в детстве, я ещё смотрел. Когда мне было, ну, я не знаю, наверное, лет 11. Фильм великолепный. К слову говоря, вроде как не так давно выходило на него продолжение. Так, ну, допустим. Обратно вернули. Чё дальше? Можно нажать ещё раз на этот рычаг. Возможно, я успею запрыгнуть и уехать туда. А, ну, наверное, мне так и нужно поступить. Там я вижу какую-то лестницу. Только успею ли я? Давай, давай, давай. Запрыгивай. Ну, слушайте. Всё получилось. Хотя бы не с первого раза, а со второго уже хорошо. Хлеб, как говорится. Погнали. Но всё-таки хотелось бы узнать, за кого мы играем и, самое главное, что мы здесь делаем. Что от нас хотят? Да и вообще, что это за мир? Ё-моё, большой жук-павук! Бежать! 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 Выпрыгивай! Успел? Да ну только не говори, что он меня сожрал, зараза. Блин, мне нужна отрава на этих павуков, чтобы от них избавляться. Так, тикаем сразу. Мы же не можем здесь какое-то ускорение сделать. Давай, давай, давай. Ну, по идее, я должен успеть выпрыгнуть. Во! Теперь всё пошло по плану. Как игра изначально и задумывалась. От жука свалили. Только надо похилиться. Она за живот чё-то вдруг держится. Наверное, заболел. Может быть, диарея, там все дела, кто знает. Но у меня бы, наверное, тоже подобное случилось, завидев подобного павукана. То есть, это жук был. Возможно, вообще, это всё были жуки. С большой мамой жужучихой. Топор лежит! Бери топор! Бери топор, наколем дров, разведём огонь. Сделаем себе лук, стрелы и пойдём охотиться на медведя. Мы уже умеем. Мы знаем эту тактику. Не в первой, как говорится. Да и лес какой-то весь. Высохший, что ли. Возможно, сгоревший. Я бы, наверное, по такому полюсу не стал гулять. Игра очень сильно напоминает Лимбо. Только в Лимбо у нас был какой-то тёмный мир. Прям вообще всё тёмно-тёмно. Голлум! Голлум! Не понял. А это кто? Это Слендер? Вроде бы лес, там все дела. Только без костюма получается Слендер. А так похож. Ё-моё! Так это же Морти! До того, как стал ходить в спортзал. Вот я был один в один. Как этот чувак. Такой же худой. И высокий. Ну, я всё ещё высокий, но... Был один в один худой, как этот чел. Странный мир какой-то. Жуки. Слендеры. Которые похожи на Голлума. Так, тут, видимо, спрятаться от него надо. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Слушайте, я думал, поиграю в какой-то платформер. А это, похоже, хоррор, оказывается, да? Ну, теперь игра больше становится похожа на Little Nightmare. Я её так и не прошёл. Возможно, когда-нибудь стоит восполнить эту оплошность. Так, проходим. Проходим, проходим. Быстрее, потихонечку. Пока он ушёл покушать, мы пробежим. Надеюсь, с нами не поедят сегодня. Не покушают. Луна, кстати, на фоне светит. Только что-то плохо освещает, наверное, из-за тумана. Какая там гла в этом лесу постоянная. Так, а как наверх? А, а во. Так сразу и не поймёшь. Вроде ощущение, что мир 2D-шный. А на самом деле, иногда можно пройти чуть дальше. Так, вроде что-то копает. Наверное, ищет колечко. My precious. Моя прелесть. Так, только не смотри, не оборачивайся. Не оборачивайся, говорю. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пусть ещё покопает. Тебе бы лопату. Ну, хотя с такими ручищами, наверное, лопата не понадобится. Так, может, его надо как-то отвлечь? Устал, стоит, смотрит. Ничего не хочет делать. Мужик, пссс, отвернись. Иди погуляй. Иди покушай чего-нибудь. Даже не отвлечь ничем. Может, камушек какой-нибудь найти? Так, ну, ладно, я пойду, наверное, всё-таки. Потому что так явно ничего не поменяется. Обратно подниматься явно нет смысла. Вперёд идти. Ну, вроде, если потихоньку. Не видит. О, нормально. Нормалёк. Не высовываемся. Не высовываемся. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Не ходи сюда. Ходи туда. Туда ходи. Во, хороший мальчик. Молодец. Только не оборачивайся. Не оборачивайся, не оборачивайся. Он услышал? Да, в смысле? Как? Да как? Как ты услышал? Может, было медленнее идти, или он всё-таки обернулся? Ну, я вроде успел спрятаться за эту корягу. Он при этом на меня не смотрел. Давайте тогда подождём, маленькая. Что он будет делать? Может, он устал к нам стоять спиной и решил всё-таки... Да-да-да, наверное, обернулся и заметил. Ну, хотя мне этого не было видно. Могли бы и засчитать, как прошёл-то местность. Так, а сейчас что будешь делать? Тоже развернёшься? А как успевать тогда? Так, ну, допустим, сейчас уйдёт направо, и мы сразу же шлёпаем. Во, давай. Успел? Успел. Отлично. Сейчас ещё раз отвернётся, тогда пойдём. А то вдруг он так лучше слышит. Идти надо, походу, медленно. Во! Нормуль. В этот раз получилось. Что-то что-то как-то... Не свезло. Да кто ты такой? О, там ещё один вдалеке, смотрите. Убьётся башкой от дерева. Ну, походу, они... Такие же умные, как и Морти. Только на подобные способны. Дерево бить с головой. Ну чё, айкью не хватает, что поделать? Айкью хватает только на то, чтобы от жуков убегать. Называется... Инстинкт самосохранения. Так. Ну и чё? Ты же к нам не пойдёшь сюда, да? Жесть такой большой и худючий. Наверное, меня тоже все боялись, когда видел. Так, уходи. Уходи. Хороший мальчик. Не будешь оборачиваться? О, сейчас обернётся по-любому. Давайте ещё подождём. Чё-то ссыкотно. Во-во-во-во. Так, ну, в принципе, времени там предостаточно даётся, чтобы успеть направо пройти. Только надо ещё немного подождать, пока он опять уйдёт в ту сторону. Потому что здесь он особо не задерживается, к сожалению. Во-во-во-во. Вроде не обернётся. Теперь не обернётся. Проходим, проходим, проходим. Самое лучшее время. Ты же не увидел меня? Он что-то чует. Не знает, что мы рядом. Хочет нас забрать с собой в своё логово. Чтобы там тоже нас голодом морить. Ничего не давать покушать. Не давать нам поесть вкусные пельмешки. Вареники. Котлетки. Макароны. С гречей. Так, по-моему, мне стоило в это время как раз уходить. Он там так долго тупил около дерева. Придётся подождать подобного момента. Давай-давай-давай, уходи. Уходи, уходи. Мужик. Хотя, мужик ли это вообще? Тихо-тихо-тихо. Клиско. Тем, он сейчас развернётся. Блин, прикольно. Стелс-игра. Только не оборачивайся. Нет! Не оборачивайся. Фу-у-у. Капец. Слушайте, а их тут много оказывается. Это поселение какое-то. Это жители данного леса. И они молятся очередному обелиску. Слушайте, но учитывая то, что мы появились из такого же обелиска, так, наверное, они молятся нам, нет? Тогда почему они нас убивают? Какие-то странные. Ой, кто-то плачет. Или искупаться решил? Но больше похоже на плащ. Тихо-тихо. Не-не-не, никого нет. Тебе послышалось? Можешь дальше купаться. Ага, еще кто-то прибежал. Пойдем? Пойдем-пойдем. Пока он опять сюда не вернулся со своим забегом. Может он бегает просто по утрам. Вы не понимаете, ребят, это утро в лесу. На самом деле это не луна, а солнце. И сейчас ранее-ранее утро. Это рассвет. Из-за тумана может показаться, что здесь все время утро, но на самом деле он был на утренней пробежке. А вот что остальные делают, не понимаю. Может быть у них была утренняя молебень? Этому обелиску. Обычное общество. Что? Ничем от остального общества не отличается в мире. Такие же, как мы. Ну хотя я бы не назвал их, наверное, людьми. Какие-то они все одинаковые, высокие и худющие. Так, только не смотри сюда. Только не смотри... Да ну нет! А, мне надо было, наверное, в это дерево спрятаться. Ну, хорошая мысля, как говорится, приходит опосля. Ну-ка, давай. Давай в дупло. Звезай! Звезай! Оп-оп! Тихо-тихо-тихо-тихо! Прячься! Прячься! Все! Не-нет, я в домике. Только в дупло не заглядывай. Там ни-ка-го! Никого! Все! О! За мечиком убежал, наверное. Чуть не уже охота из этого леса выбраться. Я бы лучше еще маленько побегал от жуков-пауков. Так, ну давай попробуем пройти, конечно. Вроде там что-то роется. Тоже, наверное, ищет колечко. Пока игра очень сильно похожа на какой-то стелс-платформер. То мы убегаем от жуков, то потом играем в стелс-игру и не попадаемся на глаза подобным слендерам. Чем-то даже похоже на инопланетян. Это помните, как их раньше изображали? Такой гуманоидной формы. Только у них была огромная голова. А вот глаза чем-то напоминают подобных инопланетян. Так, ты же не будешь оборачиваться? Ты вроде... Нет, будешь, зараза. Вот так, как смотрят в камеру. Вот вообще, инопланетянин один в один. Как их обычно изображали. Во многих фантастических фильмах. Что это такое появляется, интересно, в правом нижнем углу экрана? Сохранение? Так, дятел, успокойся. Хорош там это. Биться лбом. Наверное, жизнь у них явно не из лучших... Че? А че мне надо было делать? Ты че, мужик? Ты че? Ну ты че? Ты же лбом... А, вот это взять надо было? Камень? А, типа отвлечь. Камень кинуть. Ага, допустим. Что, услышал? Правильно, вали вниз. Так, только надо, чтобы он... Не увидел нас наверху. Нет! А я сам помер. Без твоей помощи. Жесть. Да я жжал. Я жжал на прыжок. А он взял и не нажался за раз такая. На тебе, камнем. А почему бы не дать этим камнем ему по голове? По-моему, это было бы более... Лучшим решением. И более логичным. Типа... Избавиться от слендера и нет проблем. Зачем его отвлекать? Так, ну-ка. Оп! Так, ну-ка. Твое! Твое! Не-не-не-не! Нормально. Оу! Это, похоже, тоже туман. Только уже стелится по земле. Похоже на какую-то реку. Ну, по реке я бы, наверное, все-таки охлюпал ходил. Все-таки туман. Хотя, может быть, эта река просто находится чуть более на переднем плане. Так, стой-дой! Только не упаде вниз. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет быстрее сейчас проверит придет обратно стал сиара пошла не особо люблю играть если честно в стелс игры наверное все таки это не мое а это пепел слушайте так может и вправду этот лес горел может и люди в нем все сгорели а это не упокойные души тех людей которые все блуждают блуждают по этому лесу и бьются головое стволы деревьев в надежде на то что смогут ожить и обратно вернуться к своим семьям четко как-то грустно стал надеюсь это не так надеюсь это просто мысли в голове так ты же не ко мне а ты быстрее ну музыка вроде довольно таки прикольно играет на фоне это не ори конечно где в каждом из биомов была своя уникальная музыка своей необычной стилистики но тоже довольно таки неплохо так засеялись отлично а вон и дерево горит как раз ну слушайте по моему я правильно догадался а она сама идет и дождение управляю да нет и чё зачем а чё делать а чё честно не честно я же не могу бежать то ну у меня нет ускорения дали мне какой-нибудь велосипед что ли я наверное на нем намного быстрее покрутил педали как чё делать то может быть а наверное налево мне нужно было спрятаться а не направо бежать точняк смотрите оба давай ломает а мы налево мы и направо пойдем как сианат аналит так он убежал на про нет увидел все равно непонятно может быть все таки у нас будет шанс убежать это наверное как с тем жуком пауком типа в первый раз я не сразу же среагировал и побежал направо поэтому меня догнал а если я буду об этом знать заранее то скорее всего успею убежать и от этого слендермена хоть попробуем я по крайней мере попробую еще раз если не получится тогда буду искать какой-то новый вариант это значит идея в этом месте немного другая наверняка там есть какое-то укрытие укрытие за которым он меня не увидит но вниз мы падаем по любому потому что когда я захожу вот и сал дерева она сама по себе начинает идти вперед даже я не управляем то есть это специальная сцена записаны при начатут по туту вообще без вариантов я не знаю ребят такой неочевидный момент обязательно пишите в комментах догадались ли вы сразу же что в этом моменте делать потому что ну что-то я нифига не могу понять налево вроде попробовал сходить налево не уходит может быть нужно прямо идти просто как-то а или перепрыгнуть все-таки может как первый раз нужно было перепрыгивать просто-напросто на то бревно тогда он вниз уже спрыгнет ну-ка сейчас попробую типа ползем ползем когда он по бревну ударяет попробую все-таки каким-то макаром зацепиться за края бревна над еще один вариант больше вариантов меня нет либо бежать направо со всей дури хотя уже пробовал тоже не получается выдавали зацепляйся а не хотит не хотите тогда бежать направо со всей дури я топлю что есть мочи может быть успею вправду убежать то вообще не дает а налево точно да без вариантов может все-таки какой-то проход может что-то подобрать на не налево вообще идти не хочет никуда сюда не идет да тоже не идет сразу убивает странное место очень странное место ускорение у меня нет да вот здесь она почему-то ускоряется но как я понял это по сюжету идет чтобы она от него убежала в дупло дерево на первый раз подобным сталкиваюсь в играх вообще ничего не понятно было может это конец типа все концовка игры не смог убежать беги лола беги реально нужно было убежать но такой бред но я же бежал в первый раз ой забей но это один в один как и жуком получилось типа проб порос-напросто нам давали очень мало времени на то чтобы от него слинять ой жопу кого-то подгорела не в это реально морти бежит во время того как поиграл в новую часть dark souls наверное тут блока это война и мы сейчас увидели на фоне стрелы огненные скорее всего как раз именно так этот лес и загорелся сейчас тоже бежать придется после стрел погнали быстрее беги дупло давай давай так еще раз подождем лучше подождать пробежать то мы явно не успеем так быстро блин тогда мне жалко этих слендеров они не виноваты в том что они стали такими и лес полностью сожгли чарик понятно тут больше не посидеть так а тут чё а давай давай прячься 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 это под щит спряталась она нифига себе тащи его тащи с собой так прячься прячься еще мог маленький тащить но лучше перебдеть как говорится чем недобдеть правильно что-то мы вправду играем за какую-то маленькую дюймовочку щит такой огромный так за деревом мы спрячемся да но сейчас минус дерево будет по-любому как с тем произошло так что текаем хотя нет смотри целый остался а сейчас наверх тут не говорит что наверх после этого участка я же не успею я не успею давай беги скорее а и под это дерево до под дерево точнее ну тогда так как дверь открывается тут что-то надо выдернуть не выдергиваться под дерево хочу сделать надо так 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 вроде а покрутить крути давай крути так все покрутили хватит она же вниз не опускается не опускается по чуть-чуть по чуть-чуть крути помаленьку помаленьку так еще еще раз отбежим на всякий случай давай давай успеешь 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 прямо последней секунде в принципе бороться уже подниму я думаю нам хватит пробежать так тут же нас стрелами не заденет до под этим зданием не задевает отлично ты пробегаем просто на фоне опять виднеется очередной обелиск я не понимаю что это такое но там все время появляются какие-то новые иероглифы тут на этом обелиске были стрелы на предыдущем и видели этих худых слендеров сейчас наш нашел какой-то маг из игры и magic а кто нибудь играл в такую игру и да довольно таки забавно хоть старенькая уже в нее очень клево бегать в компании насколько я помню похоже нас отправили в темницу ну ладно просыпаемся а продолжим ребят проходить тогда дальше уже в следующем видео спасибо вам ребята огромнейшее что посмотрели его не забываем подписываться на youtube ставить свои большие пальцы вверх если вам понравилась эта игра и вы бы хотели увидеть продолжение и обязательно оставляйте свой коммент понравились понравилась ли вам эта игра вроде игрушка прикольная чем-то и вправду похоже на limbo было в этом видео довольно таки много стрелсовых элементов но потихоньку узнаем историю и надеюсь концовка нас приятно удивит а с вами был морти ребят не попадайтесь волкам и медведям и пока пока не забывайте